1 108 ВИЧ-инфицированных сегодня зарегистрировано в Брестской области. Только за последние 8 месяцев количество заболевших увеличилось на 100 человек. Такая тенденция роста не может не настораживать. Озабочены проблемы врачи, настораживается общество. Мы имеем небольшой, но все-таки рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 8,2%. Безусловно, это нас беспокоит, потому что жертвами болезни становятся в основном молодые люди в возрасте до 30 лет. Число их составляет где-то 50%. Ну и еще что нас волнует, потому что зачастую люди не подозревают о том, что они больны, что они являются уже заразившимися ВИЧ-инфекцией. И выявляется это чисто случайно. Так вот мы выявляем ВИЧ-инфицированных беременных женщин. Основными причинами заболевания, как и прежде, являются социальное поведение, беспорядочные половые связи, употребление наркотиков, алкоголизм. Все эти три фактора взаимосвязаны. Где присутствует один, там найдется место и другому. В редких случаях виновниками заражения являются манипуляции, связанные с травмами и кровью. Болезнь, именуемая чумой 21 века, коснулась людей разного возраста. Но самое страшное, что статус ВИЧ-инфицированных имеют 11 детей. Молодые пары планируют ребенка, не подозревая о том, что их партнер заражен. Более того, сам больной чаще всего не догадывается о своем недуге, до того, пока не сдаст кровь. От момента заражения до появления первых признаков заболевания, а уж тем более до перехода ВИЧ-инфекции в СПИД, проходит большой период времени, иногда и несколько лет. Это проблема, которая решается на государственном уровне. У нас работает государственная программа по профилактике ВИЧ-инфекции. Под нее закладываются финансовые средства. Очень активно ведется информационно-образовательная работа. Причем в эту работу, благодаря государственной программе, включены не медицинские структуры. Никакие комплексные работы не дадут результатов, если человек сам не начнет заботиться о своем здоровье и прежде всего о своем поведении. Ведь такая коварная болезнь, как ВИЧ-инфекция, в первую очередь касается людей, грешащих беспорядочным образом жизни.